МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. Сегодня в нашем выпуске. Россия и мир. В Москве открылся юбилейный 10-й Гайдаровский форум. Должен быть наказан. Чебоксарцы начали сбор подписей под петиции о наказании виновного в убийстве собак в садоводческом товариществе Колос. Что нам снег? В Чебоксарском районе прошли соревнования по автоспорту. Экономика, социальная политика и инвестиционная привлекательность регионов. В повестке Гайдаровского форума 2019 не менее 100 различных тем. Деловые площадки начали работу сегодня в Москве на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В работе форума принял участие и глава республики. Это 10-й по счету Гайдаровский форум. На его полях обсуждают инвестиционную политику и социально-экономическую повестку. Ключевая тема этого года – стартовавшие в стране национальные проекты. Они должны стать драйверами развития регионов. От этого зависит роль Российской Федерации на мировой арене. Глобальные вызовы требуют перемен, в том числе и в экономической стратегии на годы вперед. Председатель правительства страны Дмитрий Медведев обозначил ключевые проблемы. К примеру, многие эксперты задаются вопросом, стоит ли подсчитывать внутренний валовый продукт. Озабоченность вызывает и рынок криптовалют. Прошедший год, если говорить о криптовалютах, сразу же отвечая на массу вопросов, которые концентрируют в себе эти криптовалюты, этот год показал их исключительную волатильность. Я напомню, на нашей прошлой встрече, здесь как раз на Гайдаровском форуме, мы тоже рассуждали о том, насколько это все хорошо и интересно. Так вот, с тех пор стоимость некоторых криптовалют, как известно, упала в пять раз. Но это, конечно, не повод их хоронить. Здесь, как справедливо было сказано, есть и светлые стороны, и темные стороны, как и в любом общественном явлении. Так или иначе, действенным инструментом для развития страны должны стать национальные проекты. Если все пойдет по плану, то в ближайшие годы экономика регионов покажет ощутимый рост. Главное, не сбавлять темпов, и здесь многое зависит от местных властей. Если характеризовать наши планы коротко, это, конечно, амбициозные, но конкретные целевые показатели. Во-первых. Во-вторых, адекватное ресурсное и кадровое обеспечение. И, в-третьих, это проектный подход, который позволяет не только контролировать, как идут дела, но и вовремя увидеть, где нужны коррективы. Они точно потребуются, в том числе из-за тех глобальных трендов, о которых я только что сказал. Таким образом, мы четко структурируем работу по достижению национальных целей развития. Стремимся не только использовать свои традиционные преимущества, но и трансформировать глобальные вызовы в новые источники роста. Реализация национальных целей зависит и от инвесторов. Успешные коммерческие проекты работают в сфере образования. Что необходимо сделать для подготовки кадров и как в этом может помочь бизнес, обсуждали на деловом завтраке с участием глав регионов. Еще одна немаловажная тема – развитие рынка газомоторного топлива. Уже подсчитана экономическая выгода, уменьшится и уровень вредных выбросов в воздух. Не секрет, что запасы легкой извлекаемой нефти быстро сокращаются. Большинство стран будут вынуждены уходить на шельф, искать альтернативные способы добычи. Издержки по извлечению нефти соответственно увеличатся. Наибольшее влияние на объемы потребления газа окажет энергетика и транспорт. Ежегодный прирост ожидается 2,2%, 4,2%. В правительстве страны уже составили дорожную карту. В ближайшие годы количество машин, работающих на голубом топливе, увеличится. А для этого необходимо стимулировать строительство станции по заправке газом в регионах. Появился ГОСТ, был принят, были внесены, как я уже сказал, очень много изменений. 56 субъектов Российской Федерации подписали программу развития внедрения газомоторного топлива. Газпром начал активно заниматься этой темой. У нас произошли и позитивные, и качественные изменения. То есть не только нормативная база. В 2013 году у нас объемы потребления были 400 миллионов кубических метров газа. Сейчас по итогам 2018-го 624, то есть в полтора раза увеличился объем. Конечно, это цифры маленькие относительно объемов, которые добывает наша страна и потребляет на внутреннем рынке. Мы потребляем 450 миллиардов кубов. В программе юбилейного Гайдаровского форума десятки деловых мероприятий. В качестве экспертов здесь поступают члены правительства, губернаторы, а также руководители госкорпораций. Результативные рабочие встречи сегодня провел и глава республики. И вот что отметил Михаил Игнатьев в интервью нашей съемочной группе. Поэтому наша задача с учетом этих вызовов, с учетом предъявленных санкций, работать лучше своими управленскими командами. Мы тоже работаем по теме импортозамещения. С учетом государственных заказов оборонно-промышленного комплекса, с учетом производства товаров и изделий двойного назначения, об этом тоже президент сказал, что предприятия оборонно-промышленного комплекса должны переходить на товары народного хозяйства. На сегодняшний день наши предприятия идут. Наша задача обеспечивает хорошее социальное, трудовое настроение наших работников. Программа Гайдаровского форума рассчитана на три дня. Многие доклады от авторитетных экспертов лягут в основу развития страны на годы вперед. На первый план сейчас выходит новая экономическая модель. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы. Сегодня же Михаил Игнатьев обсудил пути дальнейшего взаимодействия с представителями корпорации Ростех. Подробнее о встрече в завтрашнем выпуске. Сотрудники Следственного комитета России отмечают профессиональный праздник. 8 лет назад, 15 января 2011 года, ведомство выделили в отдельную структуру. Поздравления принимали и чувашские следователи. В одном из самых резонансных уголовных дел Верховный суд Чувашии поставил точку в октябре прошлого года. Убийцы 39-летней жительницы Чебоксар получили 42 года лишения свободы на двоих. В 2018-м особое внимание следователи уделили раскрытию убийств. В результате предпринимаемых мер в прошлом году удалось более чем в два раза снизить количество зарегистрированных убийств и покушений на убийство. Всего таких фактов зафиксировано 42 против 86 в 2017 году. Другое важное направление работы – расследование коррупционных преступлений. Здесь ведомство также демонстрирует успехи. За прошлый год возбуждено более 200 уголовных дел против 140 в 2017-м. Следователями привлечены к уголовной ответственности 6 глав органов местного самоуправления, 2 депутатов представительных органов, муниципалитетов, а также 8 сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет Пучувашии в числе лучших в стране по эффективности работы. Вы многое делаете для того, чтобы наш регион становился все более безопасным. Проводите серьезную работу по выявлению нарушений в налоговой сфере. Из года в год повышается качество следственной работы. Вместе с тем растет доверие граждан к ведомству. Лучшие следователи республики получили медали и благодарности. Среди них Александр Шарин. В следственных органах он работает 15 лет. Его имя занесли на доску почета Следственного комитета России. Эта награда для меня важна. Важна оценка со стороны руководства. Естественно, поощрение всегда мотивирует к дальнейшей работе, к ропотливому труду на благо страны. Нет ни одного одинакового уголовного дела. Постоянно следователь находится в развитии, постигает новое. В помощь следователям новые технологии. Современные лаборатории и аппаратура. Ведомстве отмечают, у тебя правосудие становится все сложнее. Татьяна Леонтьева, Валерий Рязюков, Республика. Сегодня в Чебоксарах после капитального ремонта открылся Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Старое здание 1963 года постройки изменилось кардинально. Это не просто режимный объект, а место, где дети будут учиться жить, не нарушая закон. В этом им будут помогать воспитатели из личного состава МВД и специалисты. Психологи, наркологи, врачи. Уроки тоже никто не отменял. Просторные классы оборудованы всем, что необходимо для учебного процесса. И педагоги готовы к работе. Наша задача, чтобы эти подростки, самое главное, стали на путь исправления, реабилитации их. По каждому правонарушению, не говоря уж о преступлении, надо выяснять причину, какой социальной среде этот ребенок и почему он совершил данное правонарушение. Вот для этого эти центры сосуществуют, чтобы не просто поместить этого подростка, ну, подростка несовершеннолетнего, а того, чтобы понять причину и в последующем воздействовать на него через другие социальные сферы. Режим дня расписан практически по минутам. Главная задача – показать ребятам, которые сюда попали, насколько интересно и насыщенно можно проводить время в рамках закона. Для этого созданы все условия. Спортивные и актовые залы, библиотека, комната для творчества, кабинет психологической разгрузки. Есть и поле для мини-футбола, прогулочная веранда, спортивная площадка. В центре могут одновременно находиться до 27 несовершеннолетних. Уже сегодня заселились первые воспитанники. Воспитатели и специалисты проводят работу и показывают ребенку, что есть другая жизнь. Есть спортивная жизнь, да, есть, вот мы с вами говорим, компьютер и так далее. Наша работа – вытащить ребенка из криминальной среды и показать, что есть хорошая, правильная жизнь. За последние пять лет идет снижение подростковой преступности среди несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности. С каждым годом снижается количество преступлений, совершенных ими, и количество лиц. Основной, конечно, блок, основное количество несовершеннолетних, совершивших это впервые. Правоохранители и педагоги искренне надеются, положительную динамику можно усилить. Именно поэтому работе центра для несовершеннолетних нарушителей уделяется такое пристальное внимание. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. Вчера мы рассказывали о случае выпиющей жестокости. В одном из дачных товарищей Чебоксар были убиты собака и несколько двухмесячных щенков. Судя по характеру травм, это можно охарактеризовать одним словом – живодерство. Жители Чебоксар уже начали собирать подписи под петицией, чтобы виновный понес наказание. Прежде чем будет показан сюжет, просим отойти от экранов детей, беременных женщин и людей со слабой нервной системой. Дачный участок на экране садоводческого товарищества «Колос» в Чебоксарах. Здесь пенсионерка Людмила Михайловна каждый день кормила бездомных собак. Зимой они жили в дачном домике. Когда женщина пришла в очередной раз, увидела картину как из фильма ужасов. Сегодня пришла примерно в 11. Никто меня не встречает. И вот обнаружила, что щеночки маленькие лежат убитые. И взрослая собака одна. Людмила Михайловна связалась с волонтерами фонда в помощи животным. Девушки помогли вызвать полицию. Приехали и увидели то, что лежит вот одна собака, получается, взрослая, и пять щенков. Видно то, что это было жестокое обращение. Жестокое обращение – это очень мягко сказано. Конечно, прикармливать на дачном участке без надзорных собак – не лучшая идея с точки зрения безопасности для соседей или жителей микрорайона. Однако, судя по характеру травмы, это была явно не самозащита. Животных убили с особой жестокостью. Травили летом, да, было дело. Но ведь это же случилось бы летом. Кто сейчас придет с таким зверством? Разве может просто нормальный человек так поступить? По факту гибели животных в отделе полиции номер 5 УМД России по городу Чебоксары проводится проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия. Тела погибших собак направлены на экспертизу для установления причины их смерти. Пока идет проверка и решение о возбуждении дела. Еще нет. Жители города начали сбор подписей под петицией о том, чтобы виновный был наказан. На момент выхода материала число подписей достигло тысячи. Мы все надеемся, что правоохранители найдут этих нелюдей и будет серьезное наказание. Будет реальный срок, а не штрафы. Закон о запрете жестокого обращения с животными Владимир Путин подписал в конце прошлого года. А вот как он будет работать, покажет, пожалуй, исход этого дела. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. Государственный русский драматический театр получил грант главы Чуваши на создание нового спектакля. Мировую классику в виде пьесы «Учитель танцев» Лопе де Вега теперь увидят и наши зрители. О том, как идет подготовка, расскажет Юлия Важенина. Изысканные костюмы эпохи Возрождения, объемные прически и масштабные декорации. Но пока только на бумаге. В Государственном русском драматическом театре приступили к реализации проекта. Воссоздать мир Средневековья в мельчайших деталях, позволить зрителю почувствовать дух того времени – основные задачи проекта. В этом спектакле будет очень большая составляющая в закупке световой аппаратуры, потому что спектакль должен быть очень ярким, зрелищным и красивым. Большая часть этого гранта пойдет на изготовление декораций и костюмов. Очень сложные парики будут в этом спектакле. Само по себе название «Учитель танцев» предполагает музыку и танцы, так что актеры театра будут еще и танцевать. Хореография стилизована под эпоху Средневековья. Что касается художественного оформления пьесы, то специально для этого в Чубаксары пригласили художника-постановщика из Москвы. Для Марии Бутусовой это пятый проект. Все формы, декорации очень простые, четкие. Декорация состоит из модулей, которые будут подсвечиваться по-разному и будет выделено очень много внимания свету. В принципе, это будет одно из таких ключевых вещей в нашем решении, а также, конечно, костюмы. Костюмы будут сложные, из времени, с некоторой стилизацией. Конечно, и шляпки, и аксессуары будут, но опять же, это касается и сценографии, и костюмов. Я бы хотела, чтобы было много крупных форм заметных и не было дробности. Поэтому стараюсь идти через какие-то крупные ходы, яркие пятна. Эскизы художница нарисовала примерно за три дня. Реализация проекта полностью расписана. Ожидается новое световое и звуковое оборудование. Известен творческий состав. Сейчас приступили к репетициям спектакля. А посмотреть постановку зрители смогут уже в марте. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Спортсмены и любители не только из Чувашии, но и соседних республик Мариэлла и Татарстана боролись за звание самого быстрого на первенстве Республики по автомобильным гонкам. Гоняли все профессионалы, любители и даже дети. Мои коллеги Андрей Шоклев и Галина Титарчук поговорили с теми, кто не представляет свою жизнь без быстрой езды. На специальном полигоне в Чершкасах гоночные авто, кары и мотоциклы с колясками. Трасса скоростная, специализированная под кросс, протяженностью 1 км 200 метров, но не самая сложная. Шесть левых и пять правых поворотов, уверяют организаторы гонок. А вот сами гонщики готовы с этим поспорить. Трасса относительная, достаточно тяжеловато ехать из-за высокой колейности и появления явных поворотов ледяных. Сложно удержать машину, ее так или иначе выносят на внешнюю траекторию, на отработку. Поэтому боремся, боремся с трассой, боремся с машиной. На крутых виражах машина сильно заносит. Столкновения и аварии неизбежны. Но на пидстопе поломки быстро устраняют. Я вроде все уже, тебя уже, атакую, бац, у меня колесо. Ага. Ну, чувствую, он уже все, где его тянет. Автокройсы достаточно часто бывают. Практически всегда. Да, главное, что дальше трассы, чтобы не выходило, такое соперничество оставалось. Здесь в рамках спорта. Пока одни меняют колеса, другие заправляются. Аппетит у гоночных авто отменный. Литров 5-6 это точно выходит. Если кругов 5 проезжает. Вот два заезда, 10 литров заливаем сразу. Уже переливает иначе. На поворотах человек перестает. В рождественской автогонке могли принять участие все желающие. В этот раз зарегистрировались 27 взрослых экипажей и 5 детских. Маленькие гонщики на трассе умудрались развивать недетскую скорость до 95 километров в час. Неоспоримым лидером детского заезда стал Роман Прокопьев. За рулем Баги я ездил два года. Трасса была для меня несложная, потому что я на ней уже много раз ездил. Очень много наград. Очень много первых мест. А где ты выступал? В набережных Челунах, в Казани, в Чебоксарах. Каждые выходные – это или соревнование, или тренировка. Постоянно две техники на треке. Постоянно подготавливать. Ну, много времени уходит. Поэтому только так. Ну, для нас подиум – это достаточно привычный момент. Для Ромки особенно. Потому что в его возрасте другие пилоты немножко похуже ездят. Ему поэтому легко дается это сейчас. По итогам взрослых заездов победу также праздновали чебоксарские гонщики. Александр Бабилов, Андрей Васильев, Евгений Куваев и Лев Зуев. Новый сезон только начался. Впереди новые старты и новые победы. Уже в феврале – гонки по льду, а летом – первый чемпионат среди команд ПФО. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Таким стал этот вторник. А я прощаюсь с вами до завтра. Редактор субтитров А.Семкин